Вышли мы из кофейни. Купили такие большие кружечки. У меня тоже горячий шоколад такой большой. Прям очень горячий и очень вкусный. У меня, кстати, не очень горячий, но очень вкусный. Ой, кайф. Вот так вот так мы можем, да? Пока не упал. Что-то красиво, так чисто, так все ухожено. Не так нравится мне вообще. Балдеж. Люблю куда чисто. А тут не холодно, да? Тут не холодно. А там было холодно, что-то где порт. Там просто было совсем у реки. Тут немножко уже выше, как бы над водой. Уже теплее. Уже на какую у нас сделали красивую набережную, да? Угу. Молодцы, молодцы. Вот, видишь обзорный выступ? А, вот, пойдем на него. А тут все время. А вот так посмотреть оттуда. Просто и многоярусная, да? Многоярусная набережная. Вон ярус ниже, вон ниже. Я говорю, когда были там вот самые реки, там было совсем холодно. Просто несколько ярусов, так интересно, да? Набережная из нескольких ярусов. Вот это тоже немножко наводнение. Чуть-чуть вода больше положенного. Затопило самой первой. Первую ступеньку, скажем так. Видишь, как ярусами, да? Интересно. Первый ярус, второй ярус. Какая погода чудесная. Ну, да же. Да, визажились. Я сфотографирую вот так сейчас. Ветра нет. Вот так может быть так, а потом вот так. Чтобы было видно, что несколько ярусов тут. Не было все равно вот так. Ну, это вот. Все это в городе хорошо, да? Что-то люди живут, богато люди живут здесь. Ну, кто как, конечно. Сегодня тут есть. Всякие кафешки работают, всякие магазины. Все тут хорошо. Пробок нет. Небольшие затруднения в час пик. Но московским меркам это вообще... В общем, город пустой, скажем так. Можно передвигаться куда хочешь. Мы даже в час пик ездили на ГЭС. Это Волжский. Ну, так там... В общем, рабочее движение. Это было как раз в час пик. В пять часов вечера мы двигались туда. О, не знаю. Мне все прям так нравится. Там кофе-лайк не будет. Угу. Сейчас я буду пробежать. Пробегу. Вот. Субтитры делал DimaTorzok подружки на самокатах гоняют нас там будут встречать афродита ли как-то за утром да кажу забыл буду встречать с хлебом солью ноги гостей в раз на раздали квартира на два дня на два дня не забудьте про меня на два дня на два дня друзья видите трубу это лифт лифт видите кто не может подниматься вот пожалуйста вам заходишь нажимаешь людей передвигающихся на колясках а то есть так просто нам не прекратится я нужно куда-то обратиться в молодежный центр лидер они приедут вас поднимут гениально так мы идем дальше гуляем по набережной идем балдеем друзья мы видим пароходик теплоход который оттуда отчалил на теплоходе музыка играет а мы с тобой стоим на берегу сейчас буду все фоткать друзья смотрите куда вы дошли это что такое женя я не понял бронекатер бк 31 начинай наведи и будет информация чуть ли как сделали интересно вот это класс азбука морза привет привет лампа классная вообще ну классно придумали бронекатер лампа вторая чай ламп б лампа Играет музыка Друзья, это вот памятник техники бронекатера БК-31. Это бронекатер, участвующий в Сталинградской битве во время Великой Отечественной войны. Он был поднят со дна Волги, отреставрирован и выставлен на всеобщее обозрение. Вот так вот. У меня какое-то... Как сказать... Дырки от пуль. Ну да. Ты видела? Осквозь прошит он. Да. Может не от пули, не знаю от чего там. Осколки от снаряда может. А вот так он стеклянный... Вся корма у него в дырках. В таком стеклянном саркофаге. А это движок от него, да, такой стоял двигатель? Наверное. Дизельный, V-образный. А вот что почитать, друзья, давайте. Двигатель V-образный, 12-цилиндровый, дизельный, Харьковский моторный завод. Можно с 550 лошадиных сил. Вес 800 килограмм. Реверс-редуктор. Гребной винт трехлопастной. Затонул он 9 октября 1942 года. Перевозил в Сталинград солдаты, боеприпасы. Экспортировал другие суда, прикрывая их воздушных атак. Скатер совершал по 8-12 рейсов в сутки. И в день своей гибели судно обстреливало немецкие позиции, но, отходя к левому берегу, попало под плотный огонь. И затонуло в районе острова Голодный. В том бою погибли 11 речняков, красноплодцев. В 2017 году, в ноябре, катер подняли со дна Волги. Экипаж с почестями захоронили на военном и реальном кладбище. А вот бронекатер отреставрировали. Пробойные установленные заглушки в корпусе трогать не стали. Память о том сражении, боевых заслугах. Поэтому, да, действительно есть пробои. Да, вот это все, что красненько говорит, друзья, это все пробоиные в корме. Поэтому специально так его и сделали, чтобы красным подсвечивали, чтобы было видно, как он пострадал и так далее. Ну, молодцы, а? Ну, молодцы, ребята. Класс. Так, ну, а мы идем дальше. Подсветка меняется, друзья. То он, видите, вообще красный горит, то... То, что была голубая, а синяя подсветка. Теперь она стала красная. Не, ну, это, конечно, сделай так. Смотрится мощно. Ага. Класс. Впереди мы видим вот такую звезду. Красную. Напротив, надпись, Сталинград. Сталинград. А видно, что там все будет на камере, но ведь... Да. А верно видно. И набережная очень красивая, как фонари. Прямо воду уходят в разноцветные синие, оранжевые. По другой стороне там покажем. Смотрите, друзья, какую тут у них есть. Искусство. Автокинотеатр Победа. Вот площадь, получается. Вот площадь. Приезжаешь на машине туда. И смутышки, но... Не выходя из авто. Прелестно. Прелестно, друзья. Прелестно. Так, мне кажется, таких штуки в России не пользуются спросом. Автокинотеатры. А? А там машина должна стоять. Да. Вот, видишь, места вот. А я говорю, да, я сказал. Это то, что, знаешь, мне кажется, в России это так вообще не пользуются спросом. Автокинотеатры. А ты отчет, да? Да. Приехал сюда, заехал. Тебе включают новости. Ты слушаешь.